Идет война добра со злом. Против загрязнения рек выступают активисты-экологи. Состояние воды в Волге мониторит речной дозор. По Чебоксарским улицам идет речной дозор. С собой у активистов-экологов темный чемоданчик. В нем переносная экспресс-лаборатория. Для экспресс-анализ природной воды, который позволяет на месте буквально определить конструацию. Порядка десяти разных гидрохимических параметров за раз. Воду из Волги проверяют на содержание солей, есть ли микроэлементы железа, фосфаты, нитраты и другие вещества. По плану измерить и концентрацию микропластика. Данный прибор называется диск-секи, который позволяет определить прозрачность воды. Опускаем диск в воду и смотрим до того момента, пока его не станет видно. Вот у нас получилось полтора метра прозрачность сегодня. В прошлые замеры метр тридцать было, вот сегодня больше. Специалисты объясняют это ливневыми дождями. В группе речного дозора всего четыре активиста. Два преподавателя Чигу и две студентки. Обе девушки, будущие экологи, по собственному желанию вызвались мониторить состояние воды в Волге. Конечно, хотела работать в заповеднике. Это мне не особо полезно сейчас информация. Но пользу обществу приносит изучение рек, чтобы в дальнейшем прогнозы проводить. Ну и улучшать состояние. Потому что, в конце концов, вода шпитевая. Нам ей еще пользоваться. Речной дозор в Чувашии появился пару недель назад под крылом российского экологического общества в помощь Минприроды Чувашии. Пробы воды берут два раза в неделю в двух точках Чебоксар, возле речного порта и в северо-западном районе, недалеко от улицы Сверчкова. Качество речной воды требует еще большого внимания. То есть здесь необходимо проводить работу по очистке не только сточных вод с промышленных предприятий, но и по очистке сточных вод ливневой, талой канализации, которые в крупных городах, как правило, сбрасывают загрязняющие вещества без очистки в реку Волга. За качеством воды на реках России следят уже 13 речных дозоров. Четыре из них на Волге. Данные отмечаются на интерактивной карте, которая опубликована на сайте фонда «Без рек, как без рук». В Чебоксарах явных превышений концентрации вредных веществ выявлено не было. Пока. Ирина Волгова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов. Республика.